Приветствую вас! Любое раздражение, есть защитная реакция. Защитная реакция возникает тогда, когда есть угрозы, а угрозы человек чувствует тогда, когда он боится. Поэтому можно с уверенностью сказать, что музыка вызывает у вас чувство страха определенного перед чем-то. Возможно, это детский страх. Возможно, это, как сказал мой коллега, подавление. Подавленные у вас какие-то желания, чувства, неотреагированные боль, неотреагированные обиды, неотреагированные эмоции какие-то. Вот. И самое главное, что музыка по какой-то причине является угрозой для вашей безопасности, то есть вы чувствуете, что музыка вам угрожает. В чем она угрожает? Почему она угрожает? Этому непонятно и с этим нужно разбираться. Вот. Ага. Совершенно понятно, что раздражение ваше усиливается. Оно усиливается только потому, что не находит выхода в ваши эмоции, не находит выхода в ваши чувства. Вот. А они никуда не деваются. Вот. В идеале, конечно, лучше будет, если вы все свои чувства выплесните, если вы выразите их, если вы, у вас, наверное, знаете, вот в социальной комнате иногда бывает. Ага. Такие комнаты, да, вот, просто представить вас, раздражая, да, может быть даже как-то эмулирует ситуацию. Вот. И вы начинаете просто это все выплескивать. Просто выплескивать все свои эмоции, которые у вас есть. Вот. Вы эмоции можете свои подавите, и после этого уже спокойненько подумать над тем, что именно вам угрожает, что именно вас раздражает, и, соответственно, с этим нужно что-то сделать. Вот. Сейчас мне кажется, что вот на данный момент то, что мне видеться, это то, что слишком-слишком сильный у вас эмоциональный накал. Вот. И, возможно, это помещает вам адекватно воспринять то, что действительно происходит с вами. Вот. Мне бы этого не хотелось, но тем не менее. Поэтому, как быть, обратиться к психологу приватно и все разобрать, разобрать свою историю, разобрать свое детство, потому что именно в нем в детстве может быть ответ на вопрос, что с вами происходит сейчас. Вот. Возможно, понадобится не одна консультация и даже не две, чтобы за всем этим разобраться. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, такая вот история. Так что, я думаю, что дальше, ну то, что дальше делать, это все целиком и полностью зависит только от вас. Вот. Вы, когда захотите, можно будет разобраться с этим, подумать, поработать, подкорректировать. Вот. Если вы думаете, что так вот, прочитав ваш коротенький вопрос, можно дать ответ, и он решит ваши проблемы сразу. Нет. К сожалению, так не бывает. Вот. Так что, так что так вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!